Лекции это культовая музыка. А почему нам сейчас нужна культовая музыка? Потому что у нас культовая пасха. И надо сказать, что во всех известных церквях, концертных залах за неделю до Пасхи принято, это страстная неделя, чтобы звучала культовая музыка, причем известнейшая культовая музыка во всем мире. Надо сказать, что для меня культовая музыка вообще в корочке любого. Композитор это святое, не просто вот так на словах, это лучшее, что пишут композиторы. Потому что эту музыку они пишут к концу жизни. Ну вы все знаете историю Моцарта, который, собственно, практически не завершил реквием и говорил, это мой реквием, хотя он писал заказное, собственно. Вот такие вещи, что вот такую культовую музыку, реки, мессор, бассионные кантаты, очень часто композиторы писали практически уже в концу жизни, ну как минимум не раньше сорока лет. В принципе, это мало того, что не было принято, это надо согласовать с церковью. У нас есть свои композиторы, вот Владимир Челатко, Феодор, Феодор Сбурянов, которые пишут культовую музыку. Но если вы не получите разрешение церкви, вы не имеете права это делать. Эта вещь делается столько согласия. Вот поэтому всем рекомендую тем, что вот программы, когда идут в органы, когда вы слышите месса, кантата, оратория, особенно до Пасхи, надо обязательно сказать. Потому что вот мы образовывались, я в советское время образовывалась, когда была, что у нас, ну, вера не была в части. Мы начали свои знания о вере именно с культовой музыкой, с религиозной музыкой, именно с Баха. Потому что там рассказывается, это идет, есть страсти по Матфею, страсти по Вану, по Луке. То есть это Евангелие, которое мы не знаем. И узнаем, я все, для меня, что связано с верой, это связано с музыкой. Я всегда слушаю знаменитые сочинения, и это, ну, Михаил Казиник, которого вы все знаете, когда я вас просил поздоров. Лучшее произведение на свете, страсти по Матфею, и у Артама Себастьяна Баха. Я за минуту до него ответила, телевизор, а он ответил поздоров. Да, это самый высокий уровень музыкальной, но достаточно непростой для распределения. Эта музыка такая, достаточно напряженная, потому что музыка на страстной неделе, это три дня до гибели Иисуса. Сами понимаете, что это не самые веселые были дни в жизни Иисуса Треска. Ну, начну я в этот раз, покажу вам свои фортепианные способности со светлой музыкальной такой прелюди. Это прелюдия, потому что музыка вам всем известна, потом мы дадим ее вокальную версию. Есть и у Баха Хаш и переливный клавир. Это произведение, это 24 прелюди и фоки, которые, собственно, играют все музыканты. И я в том числе, это обязательные произведения музыкального образования. Вот, но они очень хорошо известны и очень красивая музыка. Просто мне хочется в марте начать не с такого, не с гибели прям, что-то посвятил ей.